В Артёмовском горрайонном суде судят добровольца Романа Элитчука. Военная прокуратура обвиняет командира отделения взвода разведки в покушении на убийство из хулиганских побуждений. События происходили в Торецке в ночь на Рождество. Пострадавший тогда еще сотрудник полиции Торецка Иван Игнаткин. События начали развиваться с полтретьего ночи. Как только я пришел в это заведение, пришли мы с другом выпить кофе. Это был шестой-седьмой праздник, святой вечер. Там находились люди в камуфляжной форме, около пяти человек. По всей видимости, со слухов это были айдаровцы. Они зацепились словесно с местным населением, но до этого их пытались выпроводить с местного кафе, администрация, заведение, так как не положено военным находиться там в форме, тем более с оружием. Как говорит Игнаткин, в ночном клубе был и обвиняемый. Что касаемо Ильичука, он находился там, когда пришел, он был в камуфляжной форме, сидел на барной стойке и что-то пил в бокале, но конкретно что сказать не могу. Драка между военными и гражданскими продолжилась на улице. Как говорит Игнаткин, в драке не участвовал, но Ильичук подошел к нему. Пришлось отойти под предлогом, что он прострелит мне ногу, направил пистолет мне в ногу. Ну, с этим предлогом мы отошли буквально вот метра три сюда, то есть в поле зрения специально от друзей я не уходил. Начал, отталкивался, взял меня за руку как бы и пытался дальше, дальше отводить. Ну, я упирался всячески, вырвал руку, после чего последовал удар рукоятка пистолета мне в затылочную часть, потому что я повернулся к нему лицом. Вот. Я упал на колено, ну, моментально встал и понял, что уже к чему-то это надвигается. Развернулся, от него даже не осталось с ним ничего выяснять, ни о чем разговаривать. Сделал шаг буквально и прозвучал выстрел. Резкая боль в ноге. То, что Роман Ильичук был в составе патруля, подтверждает справка про открытие огня за подписью военного коменданта Дзержинска майора Затынайка. Также есть документальное подтверждение, что Ильичук был трезв. Ни в кого я не стрелял. Прицельного в огню, по кому не ввел, и даже в уме немало того, чтобы у кого стрелять. Попереченье выстрелил, но не прицельный. Как говорит адвокат, нет доказательств, что пострадавшего ранил именно Ильичук. Эксперт не может определить, что данная пуля именно выстрелена с пистолета, принадлежащего ПМ Ильичуку, стабильного оружия, которое было ему вверено. Также гильзы, которые были найдены на месте, изданы военнослужащими, кстати, на месте этого события, также не могут эксперты определить, что пуля и данные гильзы составляют единое целое. В суде Романа Ильичука поддерживали активисты и сослуживцы. Ильичук с самого первого дня достойно выполнял свои обязанности. Десятки боевых выходов. Принимал участие в обмене пленными, в захвате пленных с той стороны, в захвате трофеев, карты, радиостанции, оружия. Все эти образцы у нас есть. Воевал героически, был примером для всего личного состава. Инцидент произошел в ночь 6 на 7 января 2016 года, а демобилизован он был в начале апреля. Это где-то 7 апреля. Январь, февраль, март, апрель, 4 месяца к нему никаких вообще не было претензий. Он продолжал воевать, продолжал находиться в батальоне. Только ушел на дембель, сразу начались вот эти притеснения. То есть военные, они как бы тоже есть разные. Не знаю, что они все белые и пушистые. Но просто Рому знаю лично. И когда вот всплыло вот это дело, я вначале не могла поверить, чтобы он в кого-то стрелял. Потом уже выяснилось, что как бы по большому счету шито все белыми нитками. Потому что Рому я знаю как очень позитивного человека. И знаю, когда в городе местное население, которое не сильно бывает довольное, Рома все это воспринимал с улыбкой, с позитивом. И не было никогда. Он очень толерантный человек. Роман Ильичук провел в СИЗО чуть больше месяца. 2 июня апелляционный суд Донецкой области отпустил его на личную поруку мэра Яремче Василия Анутчака. Впереди рассмотрение дела по сути. Сергей Горбатенко, Бахмут, Торецк, общественная ТВ Донбасса. Редактор субтитров А.Семкин